Ребята, всем привет! Вот такой загадочный денежный цвет такой прям получился. Здесь у меня зеленый фатин. Здесь я зеленым фатином усилила. Опять же я слоника собрала из двух частей. Я пока что использую только разрезанных слоников. Это я тоже собрала от слоника. Там вокруг него обрезанный орнамент. И видите, как он красиво собрался. Четыре разные ткани собраны в один рисунок. Когда я сделаю стежку, каждый из этих рисунков усилится. Размытость немножко исчезнет. В общем, все. Я переставляю на стежку. Будем стягать вместе. Доброе утро. Иди сюда, иди. Боже мой, у нас уже традиция. У нас уже традиция. Всем доброе утро. Все, замерла. Прыгай, тоже за ноги покусывает. У меня уже... О, пылесосила, пылесосила. Здесь оставила. Боже мой, садится эта женщина, понимаете? Поработать. Я прошу прощения, буду тут двигаться во все стороны. Потому что я тут себе сделала шкоду. Мало того, что я... У меня, понимаете, у кого-то классика жанра, а у меня клиника жанра. Потому что эта женщина уже по правилам. Сначала теряет чашку кофе. Находит чашку кофе. Теряет очки. Находит очки. Ой, мама дорогая. Ну, надо же рабочее место убрать. Я же не могу так просто сесть. А вчера я сорвалась, поскакала в театр. Спешила, сумку доделываю. Это все хорошо. Ну, надо же за собой убрать. Приехала уже уставшая. Надо же настроить тут все сделать. Я начала пылесосить. Спылесосила все свои шпульки, понимаете? Никогда такого не было. Я обычно придерживаю. И так тынь-тынь-тынь. С машинки мусор собрала, пропылес... Втянула все. И что вы думаете? Вот мой псевдоним? Мила, найди на попу приключения. Мало того, что они же втянулись. С них же все нитки практически пососкакивали. Ой. Короче, вот это вот я сейчас буду делать стежку. Я сейчас буду делать стежку. Надеюсь, что два сейчас отстегаю, а потом буду уже делать... А потом уже буду делать из них косметички. Первую косметичку я уже выгуляла. Будет отчет, но он, наверное, выйдет же раньше. А это будет продолжение. Перевожу на руки и буду молча стегать. Молча, может быть. А может быть, нет. Не забываем настраивать машинку. Мало того, что зацепила, прервала, уже забыла, на чем я там остановилась. Так, кроме этого, еще... Уже успела ногой удариться. Думала, что у меня сгорела машинка, потому что... Так, где этот слон? Так, начинала со слона. Думала, что машинка сгорела. Я включаю, а она не включается. Вы представляете, что я только что пережила? Это я к тому, что я начинала что говорить? Машинку не забудьте настроить. Лапку поставить. Отключить, подключить. Все, что нужно. Как же мне, с чего же мне начать-то? Я всегда стараюсь начинать не с самого сложного, но со средины. По той простой причине, что когда начинаешь, рука может пойти куда-то не туда. Во всяком случае у меня так. Но при этом нужно начинать с центра, чтобы... Я очень светлую нитку выбрала, потому что темноватый фон у меня. В этот раз темноватый фон. Ну, вернее, само полотно, все полотно темноватое. Но для слона это, видимо, не очень хорошо. Поэтому я сейчас его прихватываю. Но основные... Основные, как бы это сказать, контуры, которые касаются слона, я все-таки сделаю более темной ниткой. Это будет целесообразно. Слон составной, как вы помните у меня, из двух частей. Его нужно обязательно сейчас прихватить. Но раз уж я его пошла прихватывать светлой нитью, то тогда я, наверное, сделаю просто такое эхо, которое разойдется от этого слона, прихватит очень хорошо окружающие слои, которые здесь накладываются. Здесь 4-5 разных тканей было взято. Поэтому иголочек побольше здесь наколото у меня. Ну и сейчас я эхом красиво разойдусь, захватывая остальные рисунки. Остальные рисунки, видите, вот это. Это все вот один кусочек, второй кусочек, здесь три кусочка вот у меня. Сейчас покажу. Вот три. Ну и помимо здесь идут это отдельный, это отдельный кусочек ткани. Поэтому сейчас по возможности я как будто бы обхожу слона. Ну и параллельно обойду красиво эхом захватывая. И будет такой интересный смысл. Несколько кругов. Ну а потом уже начну собственно стежку идти. Конечно, очень хорошо для этих манипуляций именно рыхлая ткань. так как слоев много, чтобы проходила свободная иголочка. В этот раз у меня очень тонкая иголочка. Очень тонкая иголочка. Самая тонкая, которая могла быть в продаже. Вот я по ходу все прихватывается и убираю булочки. Как раз очень даже хорошо. Видите, я захватываю все больше. Все больше по кругу захватываю. Такой своего рода смысл есть. Ну слона, наверное, все-таки пройду. Может быть, вручную я подумаю. Не хочется вручную мне время тратить. Честно говоря, я так не люблю тратить мимо. Я, конечно, понимаю высокохудожественные работы у людей, которые, конечно, только когда руками делаются, только выигрывают. Ну и потом профессионалы есть такие, что руками сделают красивее, чем машинка. Однозначно. Но когда это такой более коммерческий вариант, я все-таки считаю, что возможно я эту маленькую косметичку сделаю двумя цветами. Я смотрю, здесь как раз просится именно не только слон. Я, конечно, сторонник сделать легче и проще, но если это как-то украсит. Вот все-таки клей в помощь, пожалуйста. Клей поприкладывала и практически от иголок только там, где совсем мелкие рисунки попросилась иголка. здесь можно выйти отрезать. не держу банку с иголками под рукой, когда стойка делаю. Из-за того, что могу смахнуть. А в итоге, когда нужно втыкнуть иглу, которую я снимаю, я вставляю в скатерть, которая у меня застелена. Потом, правда, переношу. не люблю, когда ниточки попадаются. Вот честно, не люблю, когда, как это сказать, пицца делается в моем случае из нарезки, в обычном случае как бы из мусора. Но иногда и я какой-то ветхий такой обрезки ложу, выкраенный, как бы сказать, мусор. Ну, слушайте, как мне не нравится, когда эти ниточки от коронного края. Ой, терпеть не могу, так удешевляет, не знаю. Вот тогда какие-то структурные нитки ложат, ложат, кладут, как правильно, господи. Работник издательства, у меня болезнь, как правильно слово сказать, покладить, покладить, покладеть. Ну, вы меня помнили. Очень не люблю, когда именно откровенный мусор в пиццу попадает. Так, это что-то не пошло. Что-то не пошло. А что же там зацепилось? Ничего, показалось. Зря отрезала, но я могу опять войти в средину. Все-таки гораздо лучше, когда от средины расходишься, расходишься. всегда нужно помнить, что светлая нить осветлит ваш рисунок, чтобы тоже излишне не осветлить. Темная нить, она притемнеет, это сто процентов. Я как-то, не знаю, я пока практически не пришла, не додумалась. Иногда бывает до каких-то вещей я додумываюсь, а иногда вот видите, не хватает ума. ну не ума, просто знаний. А с другой стороны, всего не узнаешь, пока не попробуешь. Я, знаете, больше не теоретик, а практик. Я очень часто вспоминаю, если Олег Александрович смотрит меня Жилин, мой издатель, у которого я печаталась, я и моя дочь достаточно успешно. издательство Скиф наше украинское до войны печаталось. Он практик, он практик. И вот он всегда говорит, ой, как я люблю этих теоретиков. Теоретиков об одном нашем знакомом общем. Как я люблю этих теоретиков. И я вот когда, почему-то когда хейтеры пишут, и умничают. И такие, знаете, недохейтеры, они еще не специалисты, им еще не платят, но они уже хейтеры, понимаете. Вот они когда начинают учить, а вы возьмите это, именно хейтеры, не те, кто дает совет, не путайте, чтобы я никого не обидела без желания на то. Так вот я сразу вспоминаю Жилина, как он говорит, как я люблю этих теоретиков. Поэтому вот так. Я из тех, кто практик. Я делаю, потом думаю, потом пробую что-то другое, если мне понравилось, оставляю как было. А ну все равно когда делаешь так, не так, потом все равно рука как-то набивается, в голове что-то там происходит, щелкает какая-то пружина. И в итоге тут у меня идут эти турецкие огурцы, там еще их кто-то по-разному называют. Я их очень люблю. Но здесь такой загруженный был рисунок, основной фон из которого я взяла. но я почему не взяла. Было несколько кусочков, мне их некуда было применить. Есть основной кусок, большой, а это вот от него отрезки. И думаю, ну потеряю я их в какой-то момент. Думаю, я, наверное, использую как раз своим слонам, это очень к тем уйдет к моим слонам. Но сам рисунок очень перегружен. Если, допустим, из той ткани что-то сшить из одной ткани, то там минимум нужно фасона, минимум разрезов. Потому что если его рассматривать, он, конечно, красивый, но я не очень представляю, что из него можно допустим пошить, если вставлять, порезать и поставить кусочки на господи, как это называется из имя сиденья русские слова петчевар квинтинг у меня вылетают из головы. Так вот, если если на лоскутное шитье в общем-то ставить эту ткань, то нужно резать такими достаточно большими квадратами чтобы угадывались фрагменты рисунка, иначе просто потеряется. Не знаю, я, конечно, мне это очень нравится смотреть у людей, все эти сложные вещи, но больше я сторонник утилизации все-таки, и изначально я взялась, чтобы не пропали мамины кусочки, они же лежат если очень долго и может быть неправильно хранятся, могут превратиться просто в ветошь, понимаете. И из этих соображений я решила сделать утилизацию. именно из этих соображений. Ну, теперь что-то подкупаю, что-то, ну, опять же, я подкупаю, только то, что, ну, как бы это сказать. Инструменты я люблю подороже, а вот материал я смотрю, насколько можно, чтобы это было недорого и достойно. я, конечно же, не говорю о тех тканях, которые совсем дрэк полный. И, опять же, какие цели. Если я все это вставлю под органзу, то мне все равно какой ветхости, какой, как это сказать, дряблости ткань. Если делается покрывало, покрывало должно делаться на дольше, работы много. И когда берут хлопок, конечно, нужно хлопок брать повыше качественно для тех целей, которые будут стираться и достаточно прочной в носке будет. Так, ну, что-то у меня застряло. Мне так быстро кончается, заканчивается, начинает заканчиваться нитка в шпульном колпачке. Когда это происходит, у меня начинает тупаться все. И я всегда слежу. Ну, это правильно. Машинка это всего-навсего механизм, какая бы она дорогая ни была, это механизм. Поэтому надеяться на механизм необходимо, знаете, с оглядкой. Я уже прохожу по периметру. Я всегда прохожу по периметру, когда уже основные проходы сделаны. стручки. как, когда я буду ровнять, да, конечно, эта стручка может совсем уйти или остаться частично, но потом она уходит в в тачку, но она держит край, когда вы начинаете ровнять, поэтому все равно это сделать нужно. Вот я это делаю. Так, я сейчас да, я смотрю у меня еще пройти и светлой ниточкой, а потом буквально чуть-чуть пройду темной коем-где. Сразу осветляется рисунок. Вот если сравнить, если отмотать и сравнить, рисунок сразу осветляется, когда прошел по нему светлой ниткой. Я это уже замечала. Так, есть некоторые моменты, по которым я хочу пройти, прежде чем сделаю смену нити. Вот такие черные такие у меня. Я постаралась, конечно, вырезать очень черные уголочки. не хотела их особо. Они очень сильно отделяют границу одной ткани от другой. Но у меня не было цели тут прям совсем уж аппликацию сделать, поэтому я конечно же кое-где оставила. И сейчас я осветлю это дело всякими геометрическими проходами. так, да, уже наверное достала. А, есть еще один кусочек, который просится, чтобы его ну и начиная там, где мне необходимо начать, но отрезать нитку я вывожу на край. здесь я конечно буду еще подклад ставить, но знаете, все равно аккуратнее, когда вы выводите все. Меняю на более темную нить. Она может быть не очень сильно будет выделяться, но она на два порядка темнее, чем темнее, чем основная. Вот, слона я как раз прибью, но при этом он не будет излишне осветлен. Если его оставить как есть, он теряется, его нужно выделить. Основные его части тела мне нужно выделить обязательно. Усилить, как бы сказать. морда. здесь мне нужно очень качественно пройти не очень сильно съезжая с его рисунка, чтобы не сказить слона. Особенно его лицо. я не знаю, лицо или морда. Нужно будет подумать. Так, посмотрите поближе. Видите, он сразу выделился ярче. И сейчас я некоторые попрохожу вот внутри здесь цветочки, они сразу выделятся. светлые как-то несколько не очень я хотела осветлить, но при этом если ходить по самому рисунку было бы светлым, я бы только испортила. А этот цвет, видите, он полностью совпадает и он выделяет только то, что нужно приближать или проявлять. Я даже не знаю, как слово подобрать правильно. Там, где есть контуры, я сейчас более точно пройду по этим контурам. Рисунок сразу проявится. Есть цветочки такие. Сразу приобретет смысл эти цветочки. Так, стоп. Закончилась ниточка. Доброе утро. Дубль пять или семь. Уже и кофе допила, а мукбанг не получится. Уже лакузька вон улеглась, расчесалась. И расчесалась, и улеглась. Ну, покажись, ты же наводилась. Мальчики и девочки, всем привет, всем спасибо, что заходите ко мне на канал, что вы меня лайкаете, поддерживаете своими комментариями. Мальчики и девочки, почему? Потому, что я знаю точно по отчетам Ютуба, что Ютуб показывает возраст и категорию, и все на свете. Поэтому мы все мальчики и девочки, все одного возраста. Рада, что вы ко мне заходите. Большое спасибо еще раз. Ставьте лайки. По возможности, пожалуйста, смотрите рекламу. Для меня это очень важно, для развития моего канала. сейчас я буду показывать вторую косметичку. осталось ее обработать края, пришить замок и собрать. Это будет вторая косметичка и третья косметичка. Мы будем ее точно так же стягать и точно так же собирать. Потом покажу либо в интерьере, либо на себе с собой, либо еще где-то как-то. Конечно, я покажу все эти косметички красивые. получатся косметички. Я довольна. Сейчас я устанавливаю камеру и мы продолжаем. Соберу подклад. Мне очень понравился этот полосатый подклад. Полоска для этого размера косметички, которую я делаю сейчас, маловато. Как сказать, узковато. Поэтому я собрала посредине ее, сострочила. Сейчас отутюжу. Нитку уже менять не стала. Тем шелком, который есть. Он в жизни чуть светлее смотрится. Сейчас отутюжу. Очень красиво сошлись уголочки. Прям сама не ожидала. так, ну что, начинаем обработку по краям. Я скалываю, видите, иголочками. Потом прямой строчкой пристрачиваю окантовку. Потом только я это дело подровняю там аккуратненько. Конечно, не очень удобно это делать, но зато держится окантовка уже хорошо и сам подклад без наметки там держится. Подровняю сразу с двух сторон и перестрочу. Потом только я пришью сюда, наживлю окантовку опять же. Только потом ее подровняю. перестрочу и вошью замки. В этот раз я замок не буду обрабатывать краешки замка. Замок вот такой красивый дел. Опять потеряла. Вот он. Вот он такой с металлической голограммой. Я сначала пришью замок, а потом уже обработаю края. В прошлый раз у меня была неудобная сумочка небольшая косметичка и было очень неудобно вшивать замок. Так как хочется максимально аккуратно это сделать а я не такой уж профессионал поэтому нужно себе облегчить работу. Облегчить работу и всем показать что это не страшно не сложно. Я вчера разговаривала очень долго по ватсапу с Ириной из Кемерово если я не ошибаюсь из Кемерово она говорит ну так мне нравится твоя пицца ну так мы познакомились в интернете она моя подписчица я так боюсь я не могу приступить никак поэтому моя задача девочки это не страшно это не сложно это так классно но есть конечно такие моменты которые если я не профессионал мне сложновато страшное получается это разные вещи поэтому девочки пробуем не боимся какая красота получается ну вот я подровняла сейчас мы сейчас мы это все трикотажным швом зигзаг пристрочим ниточку я ставлю шелковую в обе стороны в цвет моей окантовки чтобы максимально минимально ее было видно чтобы это было красиво и достойно и если вдруг какой-то малейший дефект все-таки когда ниточка в тон у вас это очень очень выручает посмотрите и не говорите что плохо видно потому что все настаивали на том чтобы я переставила стол свет и камеру вот как смогла так и переставила других мест просто нет мне менее удобно с одной стороны с другой стороны в принципе я в таком полумраке могу работать что именно освещение для меня не имеет значения хотя сейчас я загораживаю себе честно говоря со всех сторон но у меня что-то со зрением очень давно такое странное происходит и мне все равно мне когда яркий свет мне даже хуже поэтому в этом плане мне без разницы вот так поэтому девочки не боимся вспоминаем меня как я вам говорю не бойтесь я с вами и садитесь и пробуйте делать на здоровье красоту и очень я хорошо придумала обрабатывать я потом еще раз покажу ближе как это выглядит обрабатывать край и получается все края закрыты ну это в общем-то косой бейкой не я придумала я мудрила смотрела в интернете много может быть кто-то как-то по-разному это делает в конечном итоге у меня сложилась в голове своя картинка может быть за кем-то повторяю но это не мы придумали как говорится спасибо спасибо другим девочкам ютуберам что делятся качественно показывает я может быть не качественно показываю я не спорю но я не претендую что это мастер-класс надеюсь подлезла правильно туда накупила кучу себе шил шил как я люблю а нашла вот она чтобы у меня было много инструментов вокруг потому как я хожу туда-сюда кругами по своей квартире и мне как искать проще иметь несколько в разных углах одинаковых инструментов это очень удобно живу я одна перекладывать некому кроме самой себя обижаться не на кого если не могу найти поэтому поэтому я держу в разных местах одни и те же инструменты похожие закончится у меня это тесьма что я буду делать Лена Лена когда у меня закончится это тесьма что я буду делать ты в курсе это моя подписчица которая меня снабжает привозит по возможности по паре батончиков этих этих лент так показываю еще раз смотрите я пришиваю ровно потом край ровняю лишнее обрезаю и потом вот так заворачиваю и видите получается с обоих сторон очень аккуратный край все пошла ровнять да я еще что хотела показать видите получается очень достойно и с этой стороны не видна строчка которая вы наживляете и прикрепляете обтачку вашу все теперь я начинаю пришивать замок смотрите я один край замка пришила пришиваю обычной лапкой потому как здесь я пришиваю трикотажным зигзагом ну удобно мне просто я редко так делаю но на данный момент мне это удобно сделать поэтому я так делаю он очень хорошо соприкасается и нормально но один край я пристрочила а второй я теперь пришиваю вывернув наизнанку я сколола а потом вывернув наизнанку начала пришивать чтобы ничего не сдвинулось и так удобнее подлезть потому что размер косметичек не очень большой так не придется ли мне перестрачивать я прям так плотненько заколола близко да что ж такое ну посмотрим тут такой сложности большой нет распород переставить самое главное чтобы прихватилось а потом уже а потом уже идет как по маслу застряли мои пальцы не хочу спешить все поправить оно такое плотненькое после того как сделана стежка оно становится такое плотненькое и я слегка не дострачиваю до конца до кончиков замка я слегка не дострачиваю так о все отлично ой так чуть-чуть мне нужно вернуться очень не хочу отрезать ниточку но о чуть-чуть чуть-чуть все ой извиняюсь шатается другого выбора нет здесь так тесно видите я пристрочила но если я сюда поставила бы черную нитку она бы могла выбиваться вот сюда это было бы некрасиво поэтому ставлю одинаковую проверяем чтобы замочек закрывался чтобы была свобода хода ему все теперь я обрабатываю вот эти ой извиняюсь стесновато так я обрабатываю теперь вот эти кончики красиво чтобы они здесь выглядывали и все и собираю внутреннюю часть бока обработала кончики прошу прощения шатается сейчас я выворачиваю наизнанку что делаю самое самое главное в этот момент эти кончики кончики обработанные от замочка должны остаться внутри и замочек должен остаться открытым обязательно если вы оставите его закрытым вы потом косметичку не вывернете все и теперь я обрабатываю бока видите здесь слегка слегка вот так приоткрыто то есть замочек пришит не до конца так удобнее обрабатывать и смотрите сейчас я буду собирать видно иголочка должна идти с краю она должна собирать я буду зигзагом строчку я ставлю на самый широкий шаг и при этом ваш зигзаг должен попадать одна игла мимо по краю а вторая а второй прокол должен идти один прокол должен идти с самого края мимо мимо шва как бы а второй прокол должен идти в шов и тогда после того как вы вывернете у вас все покажу вот тут вы попадаете так чтобы игла шла мимо а вот тут она попадает в ткань и потом при выворачивании очень красиво выкладывается строчка на прошлой косметичке я это рассказывала но я еще раз об этом говорю это очень удобно это я подсмотрела в интернете у Анны Полковниковой собираю тоже шелковой ниткой цвет цвет окантовки прострочила и смотрите я сейчас сразу сделаю уголки чтобы у косметички был объем уголки я прострачиваю но я не обрезаю я не люблю обрезать эти уголки потому что потом нужно как-то обрабатывать обрабатывать не всегда получается так как хочется все я сейчас выворачиваю косметичку и показываю посмотрите какая красота все очень аккуратненько извиняюсь шатается но стол больше переставлять не буду пока самой не захочется все косметичка моя закончена я не обратила внимания что замок был разъемный и вышла из положения думаю ну будет же раскрываться постоянно а потом вставлять нужно и не совсем удобно я видите поставила вот такую восточную металлическую пуговичку прошила и она видите как красиво вписалась а с этой стороны можно повесить колечко прицепить и прицепить какое-нибудь украшение сюда ручку я делать не стала оставлю это просто косметичкой вот он мой слоник красивый покажу ее потом в интерьере присоединю я и пойму и я м всем пока пытаюсь на себя настроить всем пока всех целую обнимаю подписывайтесь на канал приглашайте друзей делитесь соц сетях пишите комментарии ставьте лайки всех люблю целую всем пока